Думаю, что новый президент должен и дальше расширять этот слой населения путем улучшения качества образования, развития трудового и пенсионного законодательства, а также продвижения микрокредитования. По данным последних исследований, за время правления нынешнего главы государства Луиса Досиловой, который руководит страной с 2003-го, бразильский средний класс увеличился почти на 30 миллионов человек, а еще более 20 миллионов сумели вырваться из бедности. И в завершении выпуска официальной курсы валют на сегодня доллар стоит 30 рублей 61 копейку, евро 41.1.22. На этом все. Здравствуйте. С новостями спорта Павел Черемисин. 22-й тур в российской футбольной премьер-лиге завершился уверенной победой крыльев советов над Анжи 3-0. Таким образом обострилась борьба за выживание. Теперь Самарский клуб отстает от спасительного 14-го места всего-навсего на 3 очка. Женская сборная России выиграла первый матч второго группового этапа на чемпионате мира в Чехии. Подопечные Бориса Соколовского уверенно обыграли команду Бразилии. По 11 очков в этом матче набрали Илона Корстен и Ольга Артешина. Наши девушки пока идут на этом турнире без поражений и скорее право выйти в плей-офф с первого места, а спорят с испанками, которые также выиграли все свои матчи. Впрочем, сегодня российской дружине также предстоит игра с Южной Кореей, которая борется за четвертое место в группе Ф. Всех сети под литерой И явными фаворитами выглядят сборная США и Австралия. Пока эти коллективы шансов своим соперницам не оставляют. Звездно-полосатые начали второй групповый этап с разгрома сборной Канады. Выступают без поражений на мировом первенстве и наши волейболисты. Сильнейшие сборные планеты выявляют лучшую из лучших в Италии. Россия считается одним из главных фаворитов форума, поэтому доказывать свое превосходство приходится в каждой встрече. В заключительном матче первого группового этапа подопечные Даниэля Баньоли не без труда обыграли команду Пуэрто-Рико. Начали эту встречу россияне несколько вальяжно, проиграв первый сет 21-25. Итальянскому специалисту пришлось в срочном порядке вносить коррективы в игру российской команды. Указания наставника попали на благодатную почву и помогли преломить ход встречи. Наши волейболисты собрались и не позволили случиться очередной сенсации. Хотя доказывать свое превосходство пришлось в пятом решающем сете. Тайбрейк полтавские партнеры провели здорово 15-11. Семен в итоге стал самым результативным игроком матча. Он принес нашей команде 22 очка. Таким образом сборная России заняла в своей группе первое место. Соперниками нашей команды на втором групповом этапе станут волейболисты из Испании и Египта. В следующий раунд турнира выйдут подвесильнейшие сборные. Денис Мачков, Вести Спорт. Нестабильность, отсутствие слаженных командных взаимодействий и как следствие неудачные выступления в чемпионате. Все это на старте третьего сезона КХЛ роднит ЦСКА-ИСКА. Питерцам в этом плане сложнее. Звезд у них составил с избытком, а значит и спрос с них особый. Поэтому гости сразу прибрали инициативу к рукам и шайба, заброшенная Вишневским, выглядела абсолютно закономерной. На этом фоне ответный гол Андронова был скорее случайным, тем более, что вскоре Вейнхандель и Мортенсен разыграли быструю двойку и кости вновь вышли вперед. До перерыва москвичи еще раз восстановили равновесие, но уже в третьем периоде им пришлось только обороняться. За это время Стив Валикет отразил с полтора десятка бросков, но с одним из них все-таки не справился. Однако ЦСКА сравнял счеты в третий раз. Это Корнеев в большинстве пробил голки Пираска Штепаника и перевел встречи в овертайм. В серии булитов, точнее, были представители северной столицы 4-3. В остальных встречах понедельника хозяева были не столь гостеприимные и своих болельщиков порадовали. После минимальной победы над Амуром в лидеры восточной континенте вышла магнитка, а единственную шайбу в этом матче забросил лучший снайпер сезона Денис Платонов. Сибирь переграла авангард в овертайме, а югра, рижская Динамо в основное время. На всемирной шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске после завершения шестого тура в лидеры вышла женская сборная России. Для того, чтобы возглавить турнирную таблицу, россиянкам необходимо было обыграть команду Украины, которая, как и хозяйки соревнований, все предыдущие встречи завершили в свою пользу. И в российско-украинском противостоянии вверх взяла наша сборная благодаря победам Александра Костенюк и Алисы Галяновой. В свою очередь, первая мужская команда России пока идет на четвертом месте, уступая соперникам из Украины, Армении и Грузии. В шестом туре Владимир Крамник и компания взяли вверх в противостоянии с Чехией. Первая сборная России играет у себя дома. Понятно, что хочется выиграть эту Олимпиаду. И такая задача, в общем-то, ставится. Что касается того, как мы будем это делать, ну, в принципе, опять же, и по рейтингу мы сильнее, и все. И, ну, как бы давить на белых партиях, держать черные партии. И, по идее, такая, так сказать, стратегия имеет, мне кажется, все основания для того, чтобы принести успех. И на этом о спорте все. Спасибо за внимание. До встречи. С 19 сентября по 3 октября 2010 года в Ханты-Мансийске пройдет 39-я Всемирная шахматная олимпиада и Конгресс Фиде. В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 140 стран мира. Развитие шахматного спорта – это вклад в интеллектуальное будущее России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Это Вести. Коротко о самых заметных событиях дня. Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Сегодня президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий столичного градоначальника в связи с утратой доверия главы государства. Во временно исполняющем обязанности мэра назначен Владимир Ресин, до этого первый заместитель московского руководителя. И, как сегодня заявила пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Медведев не планирует встречаться с бывшим мэром. Далее цитата Натальи Тимаковой. Существуют два варианта досрочного прекращения полномочий главы региона по собственному желанию, который выражается заявлением на имя президента, или с более жесткой формулировкой – с основанием об утрате доверия. Тимакова также напомнила, что Лужков брал недельный отпуск, в том числе для того, чтобы подумать о том, как в дальнейшем будут развиваться события. Резюмировала все вышесказанное, она так. Сегодня президент подписал указ – выводы можете делать сами. Отставка Юрия Лужкова стала следствием его ошибок. Об этом говорится в заявлении секретаря президиума Единой России Вячеслава Володина. Также он сообщил, что согласно законодательству, «Единороссы», победившие на последних выборах в Мосгордуму, готовят предложение президенту по кандидатурам на пост столичного мэра. Решение президента полностью поддержало ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. По его словам, еще в 2005-м Лужков говорил, что через два года в Москве будет новый мэр, однако в течение пяти лет своего обещания так и не выполнил. Поэтому, как заявил Жириновский, решение за Лужкова пришлось принять главе государства. Кстати, бывший мэр накануне в очередной раз за последние несколько дней заявил, что не уйдет в отставку по собственному желанию. Об отставке московского градоначальника рассуждают и в «Справедливой России». Лидер фракции в Госдуме Николай Левичев напомнил, что у Лужкова была целая неделя, чтобы уйти достойно. Ну а в эти минуты проходит заседание столичного правительства. Проводит его Владимир Ресин. Как сообщается, несмотря на отставку Юрия Лужкова, заседание столичного Кабмина пройдет в обычном режиме. Обсуждаются два вопроса о недропользовании и программе занятости населения на будущий год. Присутствуют все члены правительства. Они будут исполнять свои обязанности до утверждения нового московского градоначальника.